Ну, значит, это дело было так. Купились? Решили поднять пим по песне Муха. То есть была у нас съемочная группа, они послушали, проникли, съемочный сценарий, сделали раскатровку, и все. Режиссер прочитал, сказал, О, классно, здесь есть слова, что не все так глухо, как в танке. Нужен танк. Я пытался робко выздороветь, но это, в принципе, не магическое выражение, мол, не все так плохо, он говорит, не, 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 я вижу танк, вы сидите на нем, танк, как жжик, лежает на камеру, где снежные брызги, в камеру разворачивают и стреляют. Все еще военные, понятно, и хорошо. Где нужно танк, где надо взять танк. за директор съемочной группы на телефон Томанской дивизии. Российское телевидение беспокоит, вот нам бы надо тут снять, нам нужен танк. Нет вопросов, ребята. В начале, значит, там арт-снабжение, что-то там, дивизии, все там, ну, в общем-то, там дошло кто-то полковник. Договорились. Литр водки, блок матный, 10 тысяч рублей. Танк, чудо. Танк, ККК на два часа. Последние конструкции. И два часа, там хоть год полет. Молодейшие модификации в Арабских Эмиратах недавно его продавали, в 1987. Сказали, ребят, танк секретный. Только внутри не снимайте, а так, пожалуйста. Назначенный срок, значит, приехала съемочная группа и с вами, с вами, романская дивизия, бросовка, казах, дивизия. Повар мощнейший. Ворота. Ворочий совой стоит, ворокдеец. Недлежает трафик, безопознавательных знаков. Не написано, что не телевидение, ничего, просто разница. Ассистент, ворота. Браток, нам тут, полковник, что должен делать в нормальном часах? Вольнуть в автобус, потом в воздухе здесь, потом вызвать начкара. Этот постоял, подумал, нажал кнопку, ворота открыли. Раньше проехал, он на всякий случай козырнул. Раньше. Мало ли кто. Прилежает здесь, шесть мужиков, из этого графика, и поступляют в штаб. Бываем дверь. Стоит невальный, со штык-ножом, с обедуржен, офицер, со стеклом, с нагром. Мы проходим в Болгаре. Мы нашли шесть неизвестных штатских. Абсолютно. Куда? Ребят, туалет, где у вас? А, на втором этаже. Идем по второму этажу. Начальник контрразведки, дешевый, зам командирочек, иди сюда. Такой, поэтому подпортовлен. Тепленько. Как мы сюда проникли? Как он пассажир понял бестактности. А ладно, пошли. Ходим, садимся на джирафе, часовой уже. Привыкли. Едем на полигон. Полигон, зовут его, значит, то ли Бородинский поле, то ли Ватерлова. На нем, где Вольбл в свое время наблюдал. Знаешь, такой артиллерийский домик, наблюдательный пункт стоит. Где-то там, в полях, знаешь, мелькает танго. Чего-то боится подъехать. Он даже понял, на что он там. Мы еще не помним. И солдатик, который, значит, в этом доме, он, значит, там сидит, он проявил, проявил загадочную фразу, смысл, который понял, потом уже. А вы только подальше отъедете. Идем в поле, значит, оператор, сбитокарно, там, штатив, где-то мы бредем на дуру, и на полковник, там, на лихой скорости подъезжает танк, красивый, мощный. Ну, вот эта вот машина, хорошее, все нормально. Полазаете по нему, ознакомьтесь. Ну, намечаем точки, где будем сидеть. Уже как-то хорошо, им открыли два люка, они так встали, у меня за крышкой держатся, а меня посадили в период на прибор ночного вида. Я говорю, хватил, что-то так принорабливает. А холодно. Зима, зима, медет. Ну, ладно, Рюша сам поставил камеру. Ну, хорошо, значит. Оттуда, оттуда, вон из той ложбинки, на полной скорости сюда, метрах в пяти от камеры, так резкий поворот, что так пыль пошла. И, и стоп. Ну, проехали. На восьмой раз уже с ней на пыль. Уже онемело, примерзло. Не, еще поэффектнее, крошка, брызги нужны. Сам сейчас сюда сядет. Это, значит, проезд танка сняли. Он говорит, ну, сейчас будем стрелять. Что подполковник говорит, так спокойно, когда вы знаете, вообще, как он стреляет. Дело, не важно, значит, дула разорачиваешь, так, а потом, так, раз, и что, вот так, он перспективу бабахнулся. Ну, давайте посмотрим, как он стреляет. Шесть холостых снарядов. Он говорит, ну, давайте. Пойдем. Поворачивается и уходит в поле, строго от танка. метров на стол. Так, ладится, и крестаи. Почему-то он делает так. Еще и рот открывает. Так, смотрели на нем. Дядька, ты что, неожиданно. Давай! Как он? Дал. Он подпрыгнул, там пламя метров на пять. Сзади мы в ста метрах сбоку стояли, в грудь волна такая. Значит, стал ясен смысл фразы того солдата, что отъедьте подальше. Он стоял от этого тоже, метров в ста пятидесять, там стекла вычисли. А мы видели это плащ, что он открытый, обреченно подметал эти стекла. Ну, если же вы, правда? Ну, теперь вы понимаете, чего вы хотите. Вот так, куда вы хотите там за ним сидеть, в этот плащ. С Васькой Валеркой так трекнулись, говорим, да нет, мы, собственно, и не хотели. А вот слов-то другое имел в виду. не-не-не, я вижу, я вижу, я это все вижу, ребят, но искусство требует жертвы, но не таких же есть. Нет, полковник понял, что, если тут упорно попасть, ну, хотя бы шлемофоны надените на них, а то, ну, и ребята оглохнут вообще. Шлемофоны где взять? Так. Так. экипаж, не рассчитывались ли такое? Те, значит, верные присяги, плохо скрываемые ненавистью смотрят на нас, так, в последнем, в шкорном молчании, с ним так шлемофоны, отдают нам, садятся на дно, и садятся на дно. Драковой главнику вводит. А внутренней человеке. В метрах 15 стоит камера, два человека держат. Неразвит к власту. Готов! Это невозможно описать. Ощущения в различных частях тела были одинаковыми. По посылу. Такой взялый подполковник, который вносит историческую фразу. Он говорит, 23 года служу в армии. Ни разу не видела, что какие-то идиоты сидели на броне во время прямого убийства. Все говорят, а, да, а мы? Уши стали по форме шлемофона. Он, прежде всего, в душе хотел думать. Так, может, что второй раз стреляли по притягу. Не слышно было когда конец? Нет, там глаза. Я ничего не слышал, но я аж вижу. Леонид Сергеев из Таманских дивизий, специалист для ТВ Славы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова